Здравствуйте! На пятом канале итоги недели в студии Анастасия Мосина. Начнем выпуск с обзора главных событий из жизни Каннска, произошедших за последние семь дней. Жгут без зазрения совести и ограничивают работу спасателей. Каннские лесовики пользуются правом неприкосновенности и не пропускают на территорию службы МЧС. Для того, чтобы ликвидировать возгорание на одном из предприятий в промзоне северо-западного микрорайона, пожарным пришлось делать дырку в заборе. Льготники Каннска в безвыходном положении. В аптеках нет необходимых им препаратов. По нескольку недель больным откладывают выдачу жизненно важных медикаментов, аргументируя это элементарным отсутствием лекарственных средств. Отметим, аптеки, осуществляющие выдачу льготных лекарств в нашем городе, являются не больше, чем просто складом для хранения. Закупку и поставку осуществляет Краевое министерство. В селе Зыково Красноярского края полностью ликвидировали очаг заражения африканской чумы свиней. Опасности, которая могла грозить Каннску и Каннскому району, больше нет. Напомним, вспышку заболевания зафиксировали на подворье фермерского хозяйства 5 октября. Было изъято и уничтожено более полутора тысяч голов скота. Собственникам уничтоженных животных пообещали компенсацию из Краевого резервного фонда. Жители разных районов города жалуются на установку ограждений вокруг образовательных учреждений. Пройти там, где всегда было удобно, теперь затруднительно. Однако закон гласит, безопасность школьников важнее. Надзорные органы обязали школы и детские сады установить заборы. Отдых детей в летних лагерях и на пришкольных площадках родители теперь на 30% будут оплачивать сами. Об этом рассказали на встрече с руководителями образовательных учреждений Каннска, которая была посвящена подведению итогов летней оздоровительной кампании. Кристина Гусева, жительница села Бражное, стала красой района. В Филимоновском доме культуры прошел районный конкурс красоты. За корону в этом году боролись 20 девушек. Кристина будет представлять Каннский район на конкурсе «Красавицы Сибири». И теперь о темах сегодняшнего дня. По поручению прокурора края в доме, куда месяц назад заселили пострадавших от майских пожаров, состоялся выездной прием граждан. Новоселы рассказали надзорным органам о проблемах, с которыми они столкнулись. Моя коллега Ольга Ванеева также выслушала отчаяние жителей. 48-я, 54-я, 53-я, 3-я, 49-я, 1-я, 57-я. Кого не сказал? Помощник Каннского межрайонного прокурора записывает в блокнот номера квартир, где люди имеют какие-либо жилищные проблемы. Адресов набирается больше десятка. Основной недостаток у всех – это сырость и холод в квартирах. Как дождь. Сразу мокреет. Дождя нету, всё, оно сохнет и плесень. Разводы и темные пятна в углах – настоящая беда у людей. На момент сдачи дома служба строительного надзора не обнаружила данных недостатков. Поэтому приемка здания прошла без проблем. Нам сказали, к Новому году всё это будет, у нас чернота вылазит. Но, извините, ещё Нового года нет у нас всё это. А к Новому году тут вообще неизвестно, что будет. Версия специалистов – спешная сдача дома, который не был должным образом просушен. На ту влагу, которая осталась ещё с момента строительства, люди в процессе эксплуатации ещё добавляют своё. Ну, поэтому нужно подождать какое-то время, набраться терпения, и всё это решится. Вместе с сыростью люди жалуются и на холод. Батареи не везде тёплые. Несмотря на то, что сейчас в квартирах около 22 градусов, на ночь практически все ставят обогреватели. По результатам сегодняшней работы мобильной приёмной будет инициирована проверка, в том числе, возможно, служба строительного контроля надзора и выяснение вопросов у застройщика по качеству и по обеспечению, устранению данных недостатков. Напомним, дом был сдан полтора месяца назад. В нём проживают 60 семей пострадавших в майских пожарах. Ещё семь семей дожидаются, когда получат новые квартиры. Ольга Ванеева, Александр Шумилин. Итоги недели. В 15-й школе тем временем продолжаются кровельные работы. Педагогический коллектив все летние каникулы ждал, когда подрядчик приступит к ремонту крыши их образовательного учреждения. Однако работы начались только в октябре. Татьяна Каркешко выясняла, почему ремонт переносили. Источником финансирования замены крыши Каннской школы стала краевая программа Министерства финансов – создание комфортных благоприятных условий. Зданию более 30 лет и за всё время эксплуатации крышу ни разу не ремонтировали. Роспотребнадзор признал её состояние аварийным и сделал предписание. Чиновники провели торги и в августе была определена подрядная организация. Строители зашли на объект, оценили масштаб работ и отказались от выполнения контракта. Местными властями было принято решение провести аукцион повторно. Его выиграла фирма «Престижстрой», которая в данный момент ведёт работы. В течение 10 дней, вот 16 октября, сегодня 26 октября, подрядная организация выполняет работу. Вот сейчас провели штаб, видим, что на объекте работают в пределах 15 работников. Значит, работники работают с 7 утра до 7 вечера полностью, световой день, в субботу, воскресенье для них рабочий день. На сегодняшний день выполнены работы на 30% от общего объёма. Уже в субботу строители зайдут на третий этаж. Подрядчик обязуется, в ближайшие пять лет крыша протекать не будет. На сегодняшний день на двухэтажном здании полностью выполнены демонтажные работы, монтаж утеплителя, монтаж керамзитов и выполнена цементно-пишаная стяжка с армированием. Несмотря на ремонтные работы, школьники находятся в комфортных и безопасных условиях. Уроки проходят в тех кабинетах, над которыми не осуществлялась замена кровли. Учебный процесс идёт согласно календарному плану. На сегодняшний день очень действительно много переживаем, но с надеждой ждём, что всё-таки ремонт случится. И на многие годы, дай бог, проблемы с протечкой кровли у нас не будет. И мы будем чувствовать себя хорошо, комфортно. Добавим, планируют завершить ремонт 1 декабря этого года. Школа начнёт свою работу по штатному расписанию и во всех учебных кабинетах. Татьяна Каркешко, Вячеслав Морозов. Итоги недели. В администрации Каннска рассказали, что в текущем году каннские предприятия в основном получали поддержку из средств краевого бюджета. Из федеральной казны денег на расширение или модернизацию предприятий нашего города выделено не было. Те средства, которые сегодня есть в бюджете, они идут через малый бизнес. И тем самым идёт, как сказать, это оживление экономики. Потому что возле бизнеса, когда мы потребляем для нужд образования, культуры, достаточно большое количество малых предприятий, которые выходят на торги к нам, которые работают с нами, когда мы финансирование стараемся не задерживать в определённых рамках, которые у нас сегодня прописаны. Некоторые эксперты отмечают, что экономика Каннска в настоящее время готовится, если так можно сказать, к реанимации. Чиновники работают над программой развития и поддержки бизнеса. Экономическую тему мы продолжим в рубрике «Гой студии» с директором компании «Каннская агросельхозтехника» Валентином Григорьевым. Не переключайтесь. Пушистый зоопарк ждёт всех желающих. С вами и с вашими детьми готовы пообщаться десятки представителей фауны, среди которых два козлёнка, шиншиллы, кролики, морские свинки, ёжик, черепахи и перепёлки. Отличная новость! Совсем недавно животных в зоопарке стало больше. Теперь здесь обитают большие улитки-охотины, белые шпорцевые лягушки, тритоны и нутрия. Планируем приобрести ягнёнка, декоративного поросёнка. Основной упор именно на тех животных, которых можно всё-таки погладить. То есть не какие-то дикие животные, которые сейчас можно увидеть в других контактных зоопарках. Это лисы, еноты, змеи и так далее. То есть они могут укусить и травмировать ребёнка. То есть у нас именно расчёт на маленьких детей, на то, что общение с этим животным. Пушистый зоопарк работает ежедневно. В будние дни с 12 до 19.00, в выходные с 10 до 20.00. Цена билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 200 рублей. Приходите. Торговый центр «Порт Артур», второй этаж, вход над авиакассами. Сегодня у нас в гостях кандидат экономических наук, генеральный директор компании «Канская агросельхозтехника» и «Канск агроснабнефтепродукт» Валентин Григорьев. Здравствуйте, Валентин Николаевич. Мне интересно Ваше мнение, как человека, который уже много лет живёт и делает бизнес в Канске. Как Вы оцениваете экономическое положение нашего города? Надо начать, прежде всего, с того, что наш бизнес более склонен к сельскохозяйственному развитию и поддержке сельскохозяйственных предприятий. Но так как наш бизнес всё-таки находится на территории города Каннска, естественно, мы настолько взаимосвязаны. И трудовые ресурсы, и потребление электроэнергии, и всех таких моментов, которые требуются для развития нашего бизнеса. Но плотно работаете в основном с Канским районом, да, и вообще с районами. Мы работаем просто со всеми районами Красноярского края, потому что вся наша техническая продукция, которая поставляется с заводов Белоруссии, мы работаем непосредственно дилерами завода в Белоруссии, являемся наше предприятие, это агросельхозтехника. Ну и, естественно, этот бизнес развивается на территории всего края. То есть наша техника имеется, так же и Минусинский, так же и Шарыпово, так же и Шушинская территория, то есть она имеет большой объём потребления. Я вернусь к вопросу, вот как Вы оцениваете экономическое положение Каннска? Ваше экспертное мнение может быть субъективное? Ну, я не являюсь экспертом, я всё-таки житель, прежде всего, и руководитель предприятий. Ну, надо одно сказать, что всё-таки за период этого времени надо быть всё-таки откровенно честным. Изменения явно сегодня в территории происходят, экономика, не так сказать, что она быстрыми темпами растёт, но, тем не менее, предпосылки всему этому есть. Предпосылки к росту? Да, предпосылки к росту есть и рост есть. Значит, мы, если даже, давайте вспомним, один такой момент, даже три года тому назад, когда Толоконский первый раз приехал в город Каннск, то он схватился за голову Виктора Владимировича Александровича, в том плане, что в каком состоянии находился город Каннск. Но это действительно факт, он имел место быть, его же никуда не исключишь. Вы сказали о том, что экономика, она растёт всё-таки небольшими темпами, но рост ощутим. Скажите, как его должны увидеть, и видят ли его жители города? Как это отражается напрямую на жизни нашей? Я думаю, даже за последний момент, который произошёл именно в жизни города, это комфортная среда, которая сегодня... Большой партийный проект? Да, это проект. Ну, я бы не стал его к партийным относить, всё-таки это, наверное, программа более государственного масштаба. Федеральная. Потому что, как правило, партии не имеют денег, а имеют государственные системы. Значит, ну, о том, что, может, ходатайства какие-то были, ну, это, да, действительно может иметь место быть. Но, действительно, всё-таки 53 двора в городе, территории сделанные, значит, участие приняли сами жители. Жители в том плане, что они участвовали, значит, даже в софинансировании этих проектов. Ну, дай бог, сегодня мнение людей стали слышать. Это же тоже, как бы, людей взбодрило. Ну, сегодня, надо сказать, и всё-таки две площадки, те, которые сегодня есть. И в плане того, что предмостная, да, площадь, и у нас сегодня в проекте стоит молодёжный центр, сегодня сделают привокзальную площадь, в каком-то мере ещё, наконец, ясно, что её нужно ещё доводить. Ну, с парком начали заниматься. Ну, это же как-то привлекает, и молодёжь маленько вдохновляет. И о том, что жизнь-то интереснее становится. Я думаю, в этом моменте надо отдать должное. Много говорят местные чиновники об инвестиционной привлекательности нашего города. Этому даже посвящён ежегодный экономический форум. Это одна из тем этого форума. Как вы считаете, может ли интересен быть Канск крупному бизнесу? Ну, я никакой мере не могу его исключать. Почему? Потому что, если рассматривать с вопросом экономики, но всё-таки мы находимся, имеем мощную железнодорожную транссибирскую магистраль. Значит, идёт Москва-Владивосток, трасса проходит. Производство, значит, лесной отрасли, которой нужно, или просто необходимо ей заниматься. Это действительно в реальности должны мы заниматься. Это наша сырьевая база, которой сегодня она имеет место быть на этой территории. Значит, надо научиться и вложить, найти средства для того, чтобы довести дело до переработки отходной части производства лесной. Ну, вот я хотела спросить, как вы относитесь к этому направлению, скажем так, экономики в нашем городе? По-моему, она недостаточно всё-таки хорошо работает, это направление. Ну, здесь много надо, как бы, примеров приводить в этом плане. Без такой привлекательности, без средств явно мы его не произведём, да? Это или должны извне люди прийти со своими средствами, со своими возможностями и эту работу как бы провести, утилизации, переработки, а прежде всего это переработка. Переработка, но всё-таки мы вот давайте сравнение сделаем. Вот пришла же китайская работники, но они же не с чистого поля начали работать, и они явно начали работать, что имеют средства экономического, значит, поддержки. Это средства, деньги будем так говорить. Ну, конечно. И они на этом плане как бы зарабатывают. Сегодня наша задача, наверное, и руководители города, и, скорее всего, руководители края, всё-таки заставить, значит, тех специалистов, которые, или те компании, которые занимаются переработкой лесных, всё-таки утилизации, привести её в соответствие. Ради Бога, занимайтесь, мы вам даём сырьевую базу, да? Мы имеем ресурсы лесные, но будьте такие добры, в общем-то, производите эту работу для того, чтобы утилизацию. То есть, если бы сейчас я задала... Это направление бизнеса, она действительно имеет даже вот в этом направлении. Если бы я сейчас задала вам вопрос, кто виноват в том, что случилось в мае, да, в нашем городе, вы бы, наверное, оставили это на совести предпринимателей. Ну, не совсем. Не совсем. Всё-таки надо быть объективным в этом плане. Значит, есть ряд тех предпринимателей, которые добросовестно выполняют свою функцию, ту, которая утилизирует эту, мы в этом плане. Почисту их нельзя, как бы, склонять к тому моменту, что они эту работу не делают. Но надо, по крайней мере, наверное, принудительно всё-таки заставлять, значит, если мы вам даём возможность у нас зарабатывать, то имейте в виду, что вы должны это переработать, для того, чтобы этот бизнес развивался. Поэтому я думаю, что всё, прежде всего, конечно, руководители края всё-таки должны на уровне законодательного собрания поставить чётко функции тех инвестиционных программ, какие функции они должны выполнить, что они должны сделать, какой объём электроэнергии будет потреблять, какой объём будет выпускаться той продукции, которая на этом будет бизнес развиваться. А какие направления вы ещё видите перспективными в Каннске? Вот если говорить о экономических бизнес-процессах каких-то. Ну, я бы, наверное, прежде всего имел в виду, значит, у нас очень мощно развито сельскохозяйственное предприятие на территории Каннского района и в окружении восточной региона, будем так говорить, это Держинский район, Абанский район, Каннский район, Рыбинский, Ирбейский, это сельскохозяйство. Это явно переработка той продукции, которую они выращивают. Это первое что? Это зерно. Зерно, в принципе, кроме как мукомольное производство, оно больше нигде не востребовано. То разве зерно только эту можно продукцию делать? Сегодня можно десятки видов продуктов выпускать, на этом фоне делать. Значит, все те требования, которые должны быть продукту нормальному, наше зерно способно это дать, потому что оно действительно высокого качества сегодня выпускается и выращивается на нашей территории. Это одно из направлений. Молочное производство. Молочное производство, которое сегодня у нас практически 60% вывозится за пределы не только края, но и других областей территории. Иркутская область, например. В Абакан частично уходит. Здесь-то перерываться, кроме розлива молока, более ничего тут не происходит. Ну, делает где-то там сметанку, делает там творожок и не более того. То есть у нас только компоненты с одного молока можно выпускать до 60 видов продукции. Поэтому, конечно, вот это направление, оно еще не настолько востребовано, что его нужно, конечно, применять. Я думаю, экономика в этом должна и подниматься, переработки. Затронули сельское хозяйство. Вы являетесь депутатом районного совета. Скажите, вот в Каннском районе развитие сельского хозяйства сейчас на каком этапе и как бы вы его оценивали? Ну, вообще, надо сказать, что это стабильно. Стабильно, да, значит, производство сельскохозяйственное. Во-вторых, надо сказать, что по производству молока Каннский район занимает одно из первых мест на территории Красноярского края. То есть по производству молока. В каком-то смысле локомотив, да? Да, это локомотив. В этом направлении. В этом направлении его, вот как раз сырьевая база, что нужно вот на этом развиваться, бизнес, экономику. Единственный момент выходил в каком плане. Что мешает бизнесу? Сегодня бизнесу мешают вот многие факторы, которые... Ну, назовите их, давайте уделим этому тоже внимание. Это, конечно, сама система банков. Это настолько потеряли свое усовершенство. Это настолько сегодня неуважительно. Не в том плане, что можно красиво улыбаться, да. Но они научились просто красиво отказывать с рисок тем людям, которые приходят получить. Сегодня у нас бизнес, и хозяйственный поставлен в риск банков на первую категорию. И практически, это уже вообще нельзя допустить. Хотя мы с телевизором, значит, с экраном видим высказывания людей правительственных, высоких рангов, да, в том плане, что сельскохозяйство перелетет. Но фактически этого нет. Да, господдержка имеет место быть и регионального, и федерального, но она не хватает в плане экономики для того, чтобы развивать дальше сельскохозяйство. Ну, а городу, что я хочу сказать, бизнес есть, основания развивать. И хотел бы все-таки больше упираться в экономике бизнеса не на одно. Это надо комплексно подходить, чтобы каким-то бизнесом, чтобы два-три направления было определено. Потому что иначе он не сможет поддерживать себя и развиваться в том плане, что на одном. Ну, если удачно, хорошо попадет. А если уже не получится, то одно предприятие будет помогать другому предприятию. Валентин Николаевич, спасибо вам большое. Я пожелаю вам успехов в вашем бизнесе. Всего доброго. Спасибо, что были сегодня в нашей студии. Спасибо, что пригласили. За робототехникой будущее. Именно так считают юные техники. Продемонстрировать свои навыки в конструировании небольших, но умных машин смогли порядка 80 школьников и студентов на открытом чемпионате в восточной зоне края. За соревнованиями наблюдала Татьяна Лисогор. То, что роботы захватят мир, это пока что-то из разряда фантастики. А вот то, что они уже захватили умы этих юных техников, понятно с первого взгляда. 40 команд, а это порядка 80 школьников и студентов со всего востока края, приняли участие в третьем чемпионате по мобильной робототехнике, который стартовал на базе Каннского технологического колледжа. Ребятам из команды «Лего-мастера» еще нет и 10 лет, но они с упоением рассказывают о роботах, на создание которых может уйти от пары часов до нескольких месяцев. Смотря какие соревнования будут, смотря есть ли какие соревнования, допустим, для творческой категории, там нужно создавать свой проект, чтобы он что-то делал. То есть не ездил вот так вот по линии, а допустим что-то он делал, ворота поднимал, там нужно текст печатать, а это уходит где-то месяца-два. Расскажи о вашем роботе, на что он запрограммирован и с чего собран. Он собран из конструктора EV3. И на что запрограммирован? Он запрограммирован на квест и шоу-трек. Именно заезды в этих двух номинациях должны определить победителя. Создание техников, запрограммированные роботы должны не просто отлаженно работать, но и быть лучше и точнее, чем у соперников. Это не просто игра в машинки, а наше будущее. В шорт-треке роботы соревнуются на скорость, кто быстрее проедет трассу, а в траектории квест тут как нужно, чтобы роботы еще распознавали дистанцию, распознавали куда повернуть, то есть направление, движение и возможные препятствия. То есть тут смена линии, потом зебра у них там будет, перекресток, то есть все по правилам дорожного движения. Назар занимается робототехникой три года и мечтает создать по-настоящему полезную машину. Я хотел бы сделать робота для медицины, чтобы он помогал в медицине. Классические заезды направлены на подготовку ребят к участию в более серьезных соревнованиях Junior Skills, которые пройдут уже в январе. Татьяна Лисогор, Александр Шумилин. Итоги недели. В преддверии зимнего сезона одна из крупнейших меховых компаний «Белка» предлагает огромный выбор шуб головных уборов, дубленок и меховых жилетов. Цены, пожалуй, самые низкие. Предоставляется рассрочка и кредит без переплаты. Подробности далее. Купить шубу на меховой выставке выгодно, если вы уверены в производителе. Как минимум все выставочные изделия должны быть чипированы, а в ассортимент богатым на новинки и разнообразие меха. Среди тысячи моделей внимание стоит остановить на самых теплых. В предстоящем сезоне возвращается мода на пушнину, лисицу и песец. Практичный жилет-трансформер со съемными рукавами можно считать как зимним, так и демисезонным вариантом. На западе России особенно популярен мех «Бобрая» и «Каракуль». Это одно из самых теплых, носких и экономных вариантов. Шуба обойдется покупателю не дороже 60 тысяч рублей. Модницы к таким моделям пока только присматриваются. Качественную норку видно сразу. Это густой подкушек, блестящий ворс и отсутствие у меха заломов. По словам продавцов, покупательницы обращают все большее внимание на светлые модели. При правильном уходе ворс не желтеет. Актуальный сафировый оттенок считается более практичным, чем молочный или снежно-белый. Еще один показатель качественного фабричного пошива – количество шуб на выставке. Чем их больше, тем провереннее лекала и шире размерный ряд. Если вы купили шубу без капюшона, то подобрать головной убор можно прямо на выставке меховой компании «Белка», которая работает 30 и 31 октября в ГДК с 10 утра до 7 вечера. Такой запомнится нам уходящая неделя. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Мосина. До свидания и хороших выходных. Здравствуйте! Сегодня о погоде расскажу вам я, Татьяна Каркешко, партнер прогноза погоды на пятом канале «Радио Мир». Настраивайся на волну 104,8 FM. Проведи день под любимые мелодии. Далее прогноз синоптиков на ближайшую пятидневку. Теперь о том, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. 28 октября солнечно. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров втутного столба. Температура ночью минус 3-6. Днем плюс 1, плюс 3. Это все на сегодня. Тепла вам и удачи! Продолжение следует...